Опасения в связи с предстоящим вступлением Казахстана в Евразийский союз обсудили в Астане представители гражданского сектора. Формат встречи был свободным, высказался каждый, кто хотел. Несмотря на разношерстную публику, националисты, гражданские активисты и оппозиционные политики, риторика выступающих сводилась к одному. Евразийский союз – угроза независимости. Нужно решать проблемы внутри страны и одними разговорами тут не обойтись. Это, конечно же, очень приятно и удобно говорить, сидя в кабинетах и рассуждать о том, что о субъективных и объективных факторах. Но еще раз говорю, пока мы не выйдем и не выразим свою точку зрения, никто нас не будет слушать. С такой радикальной постановкой вопроса не согласен провластный коммунист Геннадий Филиппов. В кулуарах собраний признался, как русский человек национал патриотов понимает, но уличных методов борьбы не поддерживает. Как русский человек, как русскому человеку, мне близко, и я понимаю тех людей, у которых болит душа за свою нацию и за свое государство. Потому что те же самые проблемы, они присущи и России. Точно так же. И в отношении русского народа я сейчас эти проблемы не буду поднимать. Мне это близко, я понимаю этих людей. Но те пути и те методы, которые они хотят использовать, я не поддерживаю. Я с ними не согласен. Вот эту энергию, вот это вот... Ну, сейчас что, многие люди просто выходят и качают эмоции, раскачивают. Вот если бы повысить бы меру понимания и направить вот эти эмоции в нужное русло бы, вот, я думаю, что была бы большая польза. А вот один из организаторов собрания, политик Валихан Кайсаров, настроен был оптимистически. Он заверил, гражданское самосознание в Казахстане растет. Тем более, власть делает все для этого. Я не разделяю точку зрения тех политиков, которые скептически относятся к подобным собраниям, совещаниям. Это всего лишь закон общественного развития. Рано или поздно скачок, переход на новый уровень общественного сознания, он произойдет. И нынешняя власть, нынешние неуклюжие, неопытные, а порой и глупые действия существующей казахстанской власти приближают собственный конец, приближают день своей гибели. По итогам заседания участники сформировали оргкомитет по созданию гражданского собрания в Алматы, который будет проходить как раз в дни подписания договора между Путиным, Назарбаевым и Лукашенко.